привет николов дьюти единый решил сыграть в игру которая 10 лет это легендарная игра медалов хонор от electronic arts вот посмотрим какие сервера есть если они вообще играют ли люди зайдем список серверов есть два вполне рабочих сервера с пингом 78 нормально и пойдем на кунарскую базу контроль сектора быстро я присоединился очень быстрая загрузка значит здесь можно выбирать классы нужно играть за определенный класс и у каждого класса есть снаряжение которое открывается по мере по мере прокачки что у нас тут наличие не густо но и не пусто класс у нас стрелок спецназовец и снайпер каждый класс имеет несколько оружий основное дополнительный пистолет но дополнительно еще может быть либо пусковая установка либо подствольный гранатомет у стрелка это подствольный гранатомет в случае штурмовой винтовки в случае пулемета ничего там нет соответственно у спица это пусковая установка а у снайпера дополнительное оружие это бомба радиоуправляемая ну что-то в этом роде какая-то взрывчатка посмотрите как красиво расслабляться не стоит здесь в основном играют ребята которые играют в эту игру 10 лет действительно красиво погода молнии графика вообще на высоте я играл в эту игру года четыре назад когда у меня не было нормального компьютера игрового она у меня жестко лагала так пытается захватить . вот так вот я его и поэтому мне интересно посмотреть сейчас с дробыша 100 завынес . патриотично как тос это тульский оружейный завод это наверное даже не дробыш пинара винтовка не знаю но похоже на дробыш больше так вот сейчас у меня джейфорс ртх 2070 супер а ип меня опять а ипнул и в разрешении 2к то есть 1440p игра на максималках идет на максимальных fps для монитора то есть монитор 165 герц и игра соответственно идет 165 fps потому что стоит g-sync синхронизация как бы все супер но все же определенные минусы есть нарисовано конечно красиво вот так вот на меня сразу попробуем за спеца поиграть особой разницы я не вижу 24 все таки кого-то но здесь от меня хороших результатов ждать не стоит рпк так вот если что-то и выдает так это наверное освещение то что графика десятилетней давности вот какие-то только разве что мелочи освещение сглаживание по моему я его сделал для них нет не сделал ну сейчас уже до готова красавчик и гранат вам сверху и рпк вам да здесь можно обходить оббегать не везде правда по карте есть места в которых не получается оббежать в принципе можно заходить с тыла так вот если по графике не скажешь какого игра года особо то есть вещи которые все-таки выдают самое неприятное это то что при поворотах возникает подергивание картинки даже при этой герцовке видимо это не связано никак с герцовкой и синхронизацией но они есть их прям видно когда медленно и плавно ведешь мышку так выберем что нет ни особо ничего не выберем перейду я опять на стрелка матч закончился матчи здесь короткие это на самом деле классно не люблю затянутые матчи так вот подергивание есть и вызвано это скорее всего тем так что 46 очень даже неплохо но очков конечно мало а сейчас мы будем играть в развалинах кабула он такой у нас колоритный аутентичный персонаж который явно не любит пиндосов и играет замечательным оружием с нашим калашом немножко он не лепо смотрится с прицелом коллиматорным каким-то гребнем тем не менее коллиматорный прицел увеличивает точность так вот скорее всего эти подергивания связаны с тем что игра просто не оптимизировалась для разрешения более высоких то есть под full hd была заточена хотя разрешение адвокана поддерживает эстатичная картинка очень хорошая но подергивание конечно бесит это главный минус так ранатомет конечно классная вещь но я бы сказал что для средней дистанции не слишком далеко он бьет здесь конечно ребята к нему так приноровились что попадают точно мне это пока не грозит стреляю по своим калаш рулит и снайперская винтовка не нужна главное одиночными садить ПКМ тоже рулит так вот о чем я говорю следующий недостаток кроме подергивания то что допустим нельзя присесть то есть это ограничение функционала сейчас во всех играх уже нельзя присесть нельзя прилечь уже в современных играх конечно же можно передвигаться ползком можно ставить оружие на упор наклоняться влево вправо но здесь этого нет это еще выдает древность игры посмотрите какие красивые детальные карты как они прорисованы замечательно карты скорее среднего размера они только кажутся большими потому что красивый задний фон красивый пейзаж ох как шмаляет пойду я в сектор браво на 5 ПП рулит третье что выдает это отсутствие повторов и повторов смертей замедленных и не показывает кто тебя убил что меня честно говоря немножко напрягает мне бы хотелось посмотреть откуда меня шмальнули ну зато это придает какую-то хардкорность как вы видите очень это все похоже на Battlefield Bad Company особенно вот эти обозначения своих маленькими треугольничками или помеченных чужих иногда желтыми свои маленькие беленькие треугольнички но вот этот хут он такой есть попал он такой мизерный что и когда на тебя резко выскакивают вот не долетит конечно когда резко выскакивает то трудно понять свой или чужой часто стреляя по своим но здесь урон по своим отключен вот вы видите дальность гранатомета средняя дистанция а вот само оружие бьет визуально очень далеко насколько видит классно столько оно и поражает без всякого падения пули и так далее то есть с дальностью здесь все замечательно что какой нибудь АКСУ может разнести футу прав а еще здесь замечательная разрушаемость и досок и стекол и вообще всего на свете что на самом деле круто и и редко встречается даже в новых играх выносят и опять ППшка и опять не пойму откуда скорее всего оббегают сзади или сбоку не думаю что в прямой перестрелке ох кто-то скосил его вон бочки катятся то здесь интерактивно взаимодействуешь с миром это здорово ну что рискнем вызвнуться попытаться захватить хоть что-нибудь или или продвинуться по фронту но точка то все еще по моему не наша вон она вверху желтенькая эх ранили здесь довольно большой time to kill довольно долго убиваешь трудно сказать о, зарезали мертвых зон нет мочат на респе моментально с респа лучше вообще сразу убегать все знают кто давно играет где респ и сразу разносит плюс еще киллстриками каким-нибудь то бомбардировка то ракета то еще какая-нибудь хрень моментально опять меня аипнул аип так вот а если бы презентовали эту игру как новую то нам бы вполне смотрелось отлично сразу и не поймешь что игре 10 лет абсолютно графика замечательно и не только графика звук замечательный у оружия у взрывов коллаж глушителем вообще прикольно звучит но глушитель слишком снижает урон и дальность и без глушителя он металлический звучит классно то есть старались делая игру довольно все продумано на совесть вон он одно удовольствие еще подергивания этих не было ох что-то прилетело дымовые светошумовые все присутствует все как полагается по сути по сути если так вот подумать то хорошо если бы разработчики пошли по пути Call of Duty то есть не стали изобретать велосипед а взяли вот все самое лучшее да и выпустили новую часть в чем это относится что в Battlefield что в Medal of Honor просто под новое реалии железо подогнать все это дело есть а так ну все классно же ох ну давай шмальни хорошая у меня позиция точка сзади наша я ее охраняю ооо бежит красавчик кемперов здесь РПГ выкуривает моментально конечно игра очень схожа с Battlefield Bad Company 2 это из старых а из новых сразу же на ум приходят ассоциации с Insurgency Sandstorm прежде всего пейзажами колоритности персонажей опа двойное как их от Петра судороги у чувака такой бах глюк какой свои то есть колорит и атмосферу игра передает конечно конечно же нет смысла покупать хоть она сейчас и копейки стоит с двумя работающими серверами но я хочу сказать что по своим я хочу сказать что ситуация такая с серверами была и 4 года назад я когда зашел увидел эти играющие сервера подумал ооо скоро загнется ничего подобного фанаты играют вот этот сервер он постоянно работает причем количество человек в игре оно постоянно кто-то вышел кто-то зашел то есть это видимо такие грозные фанаты Medal of Honor но играет человек и что лучше это хотите так все ништяк вынесли меня действительно футболисты он играет на квадратном поле в одно и то же и нормально а здесь довольно разнообразно так где свои и где чужие пытаюсь понять огонь взрывы у меня нет звуковой карты но хорошая материнка звук класс есть ну как вот можно не любить калаш после этого здесь он реализован на 5 с плюсом в ближнем бою он конечно проигрывает здесь М4А1 ну тяжело его контролить только одиночными бомб пытаюсь в дверь попасть но попадаю ниже нет недолет надо повыше чуть-чуть я уверен он там враг условно ну что попаду теперь попаду есть аааа интуиция меня не подвела зато пока я выделывался и целился мне просто тупо зарезали так вот а че я вспомнил то про медал офонор думаю удалять лишнее с диска не удалять так как места мало вот жалко удалять ну более того в новостях прочел что готовится новый медал офон ну тыж елки палки внимательнее мне нужно быть может выбрать ПКМ давайте попробуем ах бой закончился ну что я вроде как неплохо ну чуваки не европейской внешности 13-10 но это мне повезло больше когда я в этот раз когда решил поиграть первый АБС играл счет был где нибудь 3-20 не в мою пользу Дивагальский лагерь ну что выбрать что нибудь давайте все таки попробуем что из себя здесь пулеметы представляют да бегать можно не такой тяжелый отдача непонятно к сожалению следы от пузы здесь остаются остаются но как то странно не сразу а потом трудно определить отдачу но если подойти видно что она конечно большая большой разброс ну попробуем и зажимом поиграть спреем и одиночными но сами карты все-таки классные одиночными замечательными поставить а вот с зажимом мне кажется шансов мало попасть ну да вот так и есть и РПК в любом случае лучше это же РПК что там америкосовская фейня всякая РПК вообще большой автомат легкий довольно точный там сверху снайперы наверняка сидят дымовая завеса пытаться захватить что нибудь артиллерия свои так вот выйдет Medal of Honor но уже в виртуальной реальности на Oculus Rift у меня к сожалению шлема нет не зажимом не получается надо было одиночными крикать жалко что не выйдет просто на PC составило в конкуренцию Call of Duty и Battlefield ну в принципе чё я с самой собой конкурировать игры очень похожи с Battlefield и посмотрите доски просто крошкаться есть попадание и одиночными пулемет ну тут сразу в долгу не остаются очень надеюсь что эти карты они как в случае Call of Duty все таки найдут свое место будут реанимированы я выбрал снайпера посмотреть что у него тут вообще есть вот так вот кинул взорвал ба бах и второй раз можно кинуть и взорвать ну не знаю это если приноровиться может где то и пригодится все закончилось а нажимать можно так что со снайперскими винтовками понятно что у меня мало что открыто две винтовки одна скорее пехотная одна снайперка мне интересно будет ли она ваншотит или нет легенькая быстренькая чапаю с ней так задержка дыхания здесь есть все правильно прицел конечно не очень какой-то реалистичный слишком четко все видно слишком плоско вот есть попадание но только помощь в убийстве то есть не ваншотит зато быстро стрельнул снился два четыре слабенько конечно но и не годимся пока за результатом может я просто плохо попал может надо четче может просто может просто раз смазано может все таки ваншотник убьет с одного выстрела а дурак у него нет рассылаться нет вот он есть да что ж такое второй раз я попадаю в деревяшку потому что он бегает туда-сюда вон все ракетный удар надо было уходить с позиции с этой надоел я ему это бомбанули тут лестница теперь будет решаться постоянно ну вот зашел на пять минут а двадцать минут уже пролетело просто не глядя очень нравится что карты в ротации пять карты здесь насчитал и что перерывы между боями небольшие загрузка очень быстро идет что высуньтесь кто-нибудь то время закончится а мы так не поймем убивает с одного раза или нет штурмовая винтовка точно убивает м24 сомневаемся мимо обережение чуть-чуть выставить вон он быстро в низину убегают не попал тоже поздно вообще мне такие винтовки нравятся легкие и быстрые в то же время точно нет столько ранения не прикончил не ваншотит и а и это и и и и и и Ух, пронеслось Опять только ранен Ну ничего, наши добились Все, со второго раза убийство Так что если У вас маломощный ПК И играете в Full HD То самое оно Еще обязательно Хочу сделать обзор на Battlefield Bad Company Да я бы еще и на оставшиеся две карты Сделал видос Для себя, для памяти Игра у меня оставила Хорошее впечатление Холодное оружие здесь тоже В порядке Вот как-то так Десять лет А смотрится отлично Пожалуй еще и вторую часть сделаю Для истории Субтитры сделал DimaTorzok